Областный этап республиканского конкурса профессийного майстерства «Педагог додатковой эдукации-2016» все лет отрапили 10 самых интеллектуальных, творчих и метанакерованных представников педагогичной справы Зуомелей в области. У каждого своя собственный керунок деятельности, навышание детей, навыкам авиамоделевания, вокальному мастерскому майстерству, праца по захованию народных белорусских традиций, подрыхтовка школьников, догмуристичных конкурсов и многое иншее. Профили додатковых занятков разные, а мета одина. Про неординарные формы працы с детьми выховать у их счирую любого дотворчей позашкольной деянности. Увлечь ребенка на уроки – это одно. А увлечь ребенка так, чтобы он бежал к тебе после уроков и с удовольствием занимался творчеством, декоративно-прикладным творчеством, творчеством, связанным с развитием спортивных способностей и различными видами творчества, согласитесь, это дано не каждому. Конкурсантов чекал широк заданий на проверку профессийного майстерства и творчих талентов. Им необходимо было провести психолого-педагогическое тестирование, представить на суд журы самопрезентацию «Моё педагогическое кредо», провести открытые занятки с новой аудиторией и вытремать оборону адукационно-методичного комплекса. У каждого из удельников своя авторская манера переодоления творчих выправований и свой сократ поспеха у пытания, яким повинен быть соправданный педагог додатковой адукации. Я имею сценический образ мадам гармонии, потому что я прививаю детям любовь к гармонии, музыке, искусству, стараюсь развить у них художественный вкус, повысить музыкальную культуру. Очень люблю своих детей, дарю им всю себя, свое творчество, свои знания, и они мне отвечают тем же. А у педагога додатковой адукации Жлобинского городского центра творчества «Детей и молоди» Эурека, Марины Борисковой – головный девиз «Исти з усмешкой по житти». Заплячима молодой наставнице уделу шматликих гульних клубов веселых и знаходливых, перемоги у вядомых телевизийных гумерстичных конкурсах. Выхованцы Марины Борисковой – головные прихильники ее творчества, якие заусюды переживаясь, утримают кулаки за своего педагога. Дарю, что дети не только щиро гонораться своей харизматичной наставницей, али и поступово переймают ее умение. Они болеют, сами уже планируют. Там появилась передача «Расмешекомика. Дети» – они уже «давайте, мы тоже попробуем». Я говорю, ну здорово, почему нет, будут кастинги, мы обязательно попробуем, мы обязательно поедем, мы обязательно подготовимся. Уже пробуют себя в том же амплуа. Это здорово, когда у них уже есть успехи. Потому что я, наверное, сейчас завидую своему преподавателю, который меня научил, и сейчас он радуется за меня. Я бы хотела, чтобы у меня тоже были такие дети, за которых я буду радоваться за их успехи. Переможцы областного этапа у Верас не отправятся на финал у Минск. Треба отзнашить республиканский конкурс профессийного майстерства педагога додатковой адукации, а пошний раз проводился 9 годов тому. Тогда у финале вышедшую зногороду гран-при отримал представник миновита нашего региона. Супрацовник Гомельского областного плацотворчасти «Дятей и молодцы», керавник клуба интеллектуального гульня «Белая рысь» Леонид Климович. Селетним конкурсантам есть на кого равняться, а это значит, что они так само будут имкнуться утримать эту высокую планку. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Телерадо и компания Гомель.